Граница на замке. Минсельхоз ввел запрет на ввоз пшеницы автомобильным и железнодорожным транспортом. Продлится он полгода. Сделано это в целях исключения серого импорта. Завозить пшеницу автомобильным транспортом из третьих стран и стран Евразийского экономического союза нельзя будет с 11 октября. А запрет по железной дороге уже вступил в силу. Ограничение не коснется транзита, элеваторов, птицефабрик и переработчиков. Минсельхоз отмечает, что принятая мера не противоречит международным обязательствам страны, в том числе нормам Евразийского экономического союза. В соответствии со статьей 29 договора АЕАС члены союза во взаимной торговле товарами вправе применять ограничения, в случае, если они необходимы для обеспечения безопасности страны. Запасов зерна отмечают в ведомстве достаточно для внутреннего потребления. Ранний запрет на вод пшеницы действовал с весны. Теперь в связи со сложной ситуацией, в которых оказались аграрии из-за погодных условий, решено было продлить ограничения. Аграрии только за такую инициативу. Мы всегда ставим один вопрос, чтобы при отправке продукции в наш Казахстан, чтобы это была качественная продукция. Сейчас ни в коем случае нельзя отпустить, чтобы фураж возили. Сейчас начнут фураж возить. У нас качественного зерна не хватает в этом году. У мукомолы тоже действительно должны делать муку с качественным зерном. Там есть, если она соответствует третьему классу, пожалуйста, пусть они завозят. Но запрет полностью надо сделать на завод с фуражного зерна.